Авдеевка на сегодняшний день является одним из самых жестких направлений, на которых враг продолжает атаки не считаясь с потерями. Видимо, Путин сам лично отдал приказ взять город, даже если придется пустить в расход всех до последнего россиянина. Здесь на Авдеевке РФ теряет тысячи солдат ежедневно, а также сотни единиц бронетехники, но не оставляет попыток наступления. Тем не менее у вооруженных сил Украины достаточно вооружений, чтобы сдержать все атаки агрессора. К примеру, это идет группа оккупантов насмерть, которая уже сегодня-завтра будет ликвидирована. Из каждой такой наступающей группы, выживает только 25-30%, не больше. По сообщениям с мест, три российских батальона отказываются продолжать атаки на Авдеевском направлении, аргументируя отказ с высокими потерями личного состава и техники. Поэтому вражеское командование приняло решение временно использовать тактику малых штурмовых групп. К примеру, это две российских БМП с десантом, однако вот незадача, одна из них тут же подрывается на мине. Вторая, не обращая внимания, продолжает движение вперед. Затем, видимо, экипаж российской БМП зачховал, или же потерялся на местности, потому что быстро развернулся и поехал в другую сторону. Однако там тоже были мины, и БМП сразу взлетело на воздух, а весь десант улетел в космос. В общем, россияне бьются головой об стену, а наши отстреливают оккупантов как гусей на охоте. Однако эта дичь под препаратами такая глупая, что ползет и ползет как зомби. На данный момент противнику поставлена задача продвинуться и закрепиться в лесополосе у железной дороги, западнее Красногоровки и Авдеевского террикона. Но там они успеха не имеют, а пока лишь получают чудовищные потери. ВС укроют оккупантов со всего, что есть, начиная от арты и заканчивая дронами. Россияне не успевают нос почесать, как по ним уже что-то летит. Напомню, что это направление укреплялось с 2014 года и оно еще больше защищено, чем Бахмут. Но по всей видимости Путин принял решение просто утилизировать россиян, ведь чем меньше холопов, тем легче ими управлять. Как вы могли заметить, для усиления на Авдеевку пригнали 47-ю бригаду, которая оснащена западным вооружением. Их Брэдли хорошо отстреливают российские штурмовые группы, которые лезут и лезут. Против пехоты БМП Брэдли как раз то, что нужно, так как может поддерживать высокую интенсивность огня, и буквально косят посадки, в которых заседают россияне. Наши для оккупантов устроили здесь полный разгром, который они запомнят очень надолго. Ватники спешат захватить важные позиции, пока не пришли сильные морозы, ведь потом их пехота будет замерзать от холода насмерть прямо в полях. Однако у россиян ничего не получится, так как сейчас у нас арсенал вооружений значительно больше, чем был раньше. У нас появился такой фокус, как кассеты. Враг даже если прорывается, на него кидают кассеты и он моментально испаряется. Противник на сегодняшний день несет такие потери, что первые дни вторжения просто отдыхают. Видимо спешат, потому что у них нет зимней формы. Также идут тяжелые бои за железную дорогу в направлении степового, она под нашим контролем, и попытки врага ее взять безуспешны. Между тем, наши развивают активные наступления на других направлениях и уже добились неплохих результатов.